Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о городском хозяйстве города Одесса. Будет не совсем обычный разговор, так как город уже почти неделю живет в условиях этой карантина, как и почти весь мир. Мы столкнулись с новым вирусом и единственный действенный метод борьбы с этим вирусом на сегодняшний день это карантин. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям города. Это пожалуйста, давайте относиться к этому более серьезно и более ответственно. Хочу вам рассказать о некоторых цифрах, о тех убытках, которые нам нанесли несознательные жители города за первые дни этой карантины. Если говорить за транспорт, за общественный. За первые два дня было разбито пять стекол. Два из них это лобовые стекла на новых машинах. Сумма ущерба чуть больше 100 тысяч. Были разбиты зеркала. Были это избиты водителя два. На одного водителя нападали с ножом. Это те люди, которые выполняют постановление Кабмина. Которые выполняют те задачи, которые должны выполнять. И у них нет возможности находиться дома на карантине. Они работают, чтобы город хоть как-то существовал в этих условиях. Это пожалуйста, давайте не будем им мешать, а постараемся наоборот это помогать. Давайте вместо того, чтобы их бить, скажем им спасибо. Потому что если так будет идти дальше, будем бить машины, наносить им ущерб, то по окончанию этой карантины нам все равно не будет на чем ездить. Так как все машины и вагоны будут разбиты. Также хотелось бы рассказать о том, чем в основном занимается городское хозяйство в этот период. Ну конечно сейчас наш основной вид деятельности это дезинфекция. Это дезинфекция мест массового, это скопление людей. Это детские майданчики, это бюлеты, это подземные переходы, это остановочные комплексы. Это там дезинфекция ведется регулярно и ежедневно силами наших АТКП. Также дезинфекция ведется силами сотрудников ЖКС. В основном зоны риска это лифты, это ручки в парадных, это то, с чем мы работаем регулярно. Город мы сейчас это разбили на 94 сектора. Мы создали 90 силами департамента, это создали 94 мобильные группы, которые будут заниматься дезинфекцией, каждая в ее секторе. Поэтому я еще раз это повторяю, давайте не будем мешать этим людям это работать, а наоборот помогать. В конце нашего разговора хотелось бы еще вот что отметить. Все наши ЖКСы находятся на полном ход за счет. ЖКСы не получают дотации из бюджета и не могут их это получать, согласно действующего законодательства. Если вы сейчас перестанете рассчитываться за коммуналку, сотрудники ЖКС останутся без зарплаты и без возможности закупать самое необходимое, чтобы вести ту же самую дезинфекцию. Давайте в эти нелегкие дни работать вместе. Ну на этом, наверное, все. Опять-таки, если есть ко мне какие-то вопросы, всегда готов ответить, это пишите мне в Facebook, я его введу сам. На этой неделе спасибо, до свидания, будем все здоровы.